Каждый должен делать то, что он может, и делать это хорошо, желательно, не забирая ни у кого ничего, не причиняя никому вреда, по крайней мере, осознанно. Ясно, что мы где-то нечаянно что-то можем сделать. Но вот эти вещи, если бы каждый действовал из принципов общественной пользы или морали, или веры, то, наверное, мир вообще был бы совершенно другим. Вот я, например, скажем, уже больше пяти лет не употребляю в пищу мясо, допустим, я сейчас не могу понять, как это вообще можно есть. Реально, я на эти вещи смотрю, как на кирпич, камень, телефон, неважно, для меня это не является пищей. А представьте себе, сколько убивается животных по всему миру, сколько туда ресурсов уходит, воды, кормов и так далее, и так далее. Все для того, чтобы человек съел кусок мяса, и побольше мяса, и опять мясо, и мясо, и мясо, и мясо, да? Есть элементарные вещи, элементарные, которые человек не может преодолеть. А мы рассуждаем о роботизации, глобализации и так далее. Если человек в своих моральных аспектах не вырастет, не станет лучше, не станет не очиститься от всякой скверны, то этот мир не будет никогда жить по вот этим красивым законам. А кто их примет, эти законы? Я хочу жрать мясо, я хочу сходить в публичный дом, я хочу всех подчинить себе. Все слушайте меня! Я тут хозяин! Это же все люди, да? А, собственно говоря, а как они будут жить по нормальным законам? Да никак. Поэтому, к сожалению, я думаю, что... Вот, допустим, в той же Украине. Вот там Янукович, такой-сякой, раз такой, раз этакий. Значит, действительно, у него хватало недостатков. Не должен был быть, он, наверное, был президентом Украины. Ну, Украины, наверное, да, но президентом страны вообще, в принципе, не должен был быть. Да, потому что не хватало образования, элементарного. То есть, я, например, там книжку Макеавелли «Государь» читал еще там в 25-летнем возрасте, там в туалете она лежала. Вот. И почитывал. А он, наверное, не читал никогда. То есть, то, что он свалил из страны, там всех кинул и всех продал и так далее, и так далее, он, собственно говоря, нарушил все, что там было написано в этой книжке. Там, грубо говоря, не кормил свою армию, пропустил мимо ушей все, что вокруг него происходило и так далее, и так далее. Но откуда, я к чему веду? Откуда этот человек взялся-то? Взялся-то он оттуда же, из народа, из этого. Он же не прилетел на космическом аппарате с двумя антенками и сказал, я президент, значит, клевый, поверьте. А потом натворил всю эту гадость, да? Он же взял, он же из народа взялся, из его культуры. Он точно так же, точно так же ведь он, там, грубо говоря, как и все, предпочитал там горилочку с селедочкой, нежели там, допустим, поехать и послушать оперу. Ну, я грубо говорю, конечно, да, но, наверное, он включался там какой-нибудь низкопробный шансон, да, вместо того, чтобы взять на самолетике полететь, например, в Вену и послушать мировую классику. Это вот как вариант. Представляете, если бы Тенукович летал бы, например, в Ласкало каждую неделю, вел бы оттуда репортажи. Вот оперные певцы, оперная певица, лично познакомился там с Поворотти, там, когда еще и был жив, да, или еще что-то в этом роде. Если бы он, там, спортом занимался, прилюдно. Я предлагал, кстати, когда-то, вот когда беседовал там с ребятами, я говорю, слушайте, почему каждое воскресенье, вот я тогда еще, ну, я жил в Украине, и понятно, что то, что в России происходило, это мне, так сказать, не так, не особо касалось. Вот, я говорю, слушай, ну, смотри, вот Путин, ну, каждый, ну, почти каждый день программу «Время» включаешь, и вот он что-то там делает, говорит что-то, там, рассказывает людям, как надо этим чиновников чистить, там, куда-то поехал, какую-то подводную лодку принял, куда-то в детский садик поехал, куда-то еще что-то, то есть человек активнейший, да, почему у нас ничего этого не происходило? Ну, потому что, вот, вот образования не хватало, на самом деле, вот в чем дело, нету фундаментальных, не было фундаментальных понятий, что если ты пришел справить страной, то ты государь уже, государственный человек, а не просто там, здесь натащил, здесь этого поставил, а здесь того снял, возняв себе этой, чтобы бабок побольше заработать. То есть, это же тоже, ну, прокол, это же неправильно, так не должно было быть. Ну, откуда этот человек появился? Из народа. Значит, в народе эти мотивы превалируют. Соответственно, то, что сейчас вот те люди, которые управляют Украиной временно, это тоже часть народа. Не хотим ни хрена делать, все получать, чтобы у нас была зарплата, как в Европе. Так пройдите путь такой, как в Европе, не знаю. Может, вы не все понимаете, не все знаете. Так что, все рождается вот здесь вот. То есть, в нашей собственной душе. Какие мы, таковое будет общество. Если людей будет, представляете себе, например, общество добрых, верующих, высокоморальных людей, которые хотят друг другу приносить пользу, да, которые положительные такие люди, хорошие, да. И у них президент страшный, тиран, жуткий, ворюга, хапуга и развратник. Вряд ли. Очень вряд ли. Потому что там, чем выше власть, тем больше эти все качества проявляются. Как хорошие, так и плохие. И хорошие качества проявятся, они будут всем видны. И плохие качества будут очень всем видны. Так что, вот, к сожалению, все, что мы можем сделать, это работать над собой, так сказать. Вот, очищать себя.